Воскресе! Воистину, воскресе! Я приветствую вас этим радостным, пасхальным приветствием, дорогие братья и сестры, друзья! За каждой божественной литургией, а она есть главное богослужение нашей Церкви, мы слышим тот или иной отрывок из Евангелия. Так вот, в пасхальную ночь евангельское благовестие начинается с фразы «Вначале было Слово». Эта фраза, с которой начинается Евангелие от Иоанна. И эта фраза является одной из самых популярных библейских цитат. И, к сожалению, одной из самых неверно понимаемых. Чаще всего в ней слышат некое подтверждение важности литературного труда. «Вначале было Слово». Веское и значительно говорит какой-нибудь писатель, имея в виду свое драгоценное творчество. Также эту фразу цитируют еще и для того, чтобы утвердить преимущества гуманитарных наук перед науками естественными и математикой, подразумевая при этом, что слово гораздо важнее и лучше, чем число. Однако, совсем не это хотел сказать Иоанн Богослов. Полностью первый стих его Евангелия звучит так. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И главный вопрос заключается в том, что или кто тут Слово. В оригинальном тексте Нового Завета на месте русского слова стоит древнегреческое «логос», которое можно переводить не только как слово, но еще и как ум, основа, утверждение, разумение, значение, доказательство, пропорция. И дальше можно говорить синонимы слову «логос» в переводе. Всего у него, у этого греческого «логос» ни много ни мало, около ста значений. Переводчики Евангелия взяли самое первое значение словаря – слово. Но с таким же успехом они могли перевести «логос» и как мысль, и как разум. И это не было бы ошибкой, хотя, наверное, тогда перевод потерял бы в поэтичности и выразительности, а смысл этого текста по-прежнему остался бы непонятным. Дело в том, что начальная фраза Евангелия от Иоанна была обращена отнюдь не к нам. И вот здесь нужно знать культурно-исторические реалии самой эпохи. Слова. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Эти слова апостол Иоанн адресует прежде всего к интеллигенции Римской империи. Понятие «логоса» играло очень важную роль в античной философии. Еще живший в VI веке до Рождества Христова, знаменитый древнегреческий философ Гераклит говорил, что в основании мира лежит «логос», который люди не в силах постичь. Он понимал его как мировой разум, существующий в виде метафизического огня, периодически вспыхивающего и потухающего. А во времена пришествия Христа среди образованных слоев Римской империи была очень популярная философская школа стойков. От Гераклита стойки почерпнули мысли о происхождении мира из огня и о периодически повторяющемся возвращении мира в огонь, а также учении о мироправящем «логосе» или «законе», определяющем все происходящее. И вот когда Иоанн Богослов писал Евангелие, он, конечно, знал об этом значении слова «логос» в эллинской философии. Он знал и о том, какую важную роль это понятие в ней играло. Однако он не просто заимствует актуальный термин с почтенной историей, но, как везде и всегда мы видим, преображает этот термин, дает ему совершенно иное значение. «Теперь логос – это уже не безликий закон, это личный Бог, то есть не что, а кто». Кстати, в процессе исторического распространения христианства по всей земле возникла необходимость перевода священного писания на языки других народов. И вот здесь начальная строка Евангелия от Иоанна задала очень непростую задачу филологам и философам. Например, китайские переводчики Нового Завета решили, что в китайской философии античному логосу соответствует дао, и перевели слова апостола Иоанна так «вначале был путь дао». В русском же переводе эта фраза прозвучала, как всегда сегодня известное «вначале было слово». Однако вовсе не о литературном слове говорит здесь апостол, «но о Христе, Боге Слове воплотившемся, жившем среди людей, умершем на кресте за наши грехи и своим воскресением, открывшем человечеству путь к вечной жизни». Вся евангельская история была радикальным ударом по мыслительным привычкам того времени. Недаром другой апостол, апостол Павел, говорил, что «мы проповедуем Христа распятого иудеям соблазн, эллином безумие». Действительно, история о распятом Боге казалась многим культурным эллином, взращенным на античной философии, верхом безумия. Они не могли понять, как умерший и воскресший Бог, Бог-личность, а не безличный универсальный разум, может быть логосом, принципом и словом мира, по которому и которым он сотворен. «Бог должен быть свободен от любых границ и определений», считал какой-нибудь философ. «Это мировой разум, но не личность, безличное, универсальное что, а не кто». Однако, такой философ не замечает, что в данном случае он просто-напросто ставит пределы Божьему могуществу. Ведь он на самом деле говорит о том, что Бог чего-то не может. Но Бог может все, в том числе быть личностью, рожденным и несотворенным, стать Бога-человеком. Бог всемогущий. Он не ограничивается никакой логикой, сколь удобно, глубокой и уточенной. Вот поэтому сегодня, в наше необычное, тревожное и такое противоречивое время, мы с радостью восклицаем «Христос воскресе!» Воистину воскресе Христос! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова